так значит смотри ставим вариться рис и перекручиваем мясо крис у меня приготовился накрываем крышкой выключаем всем привет мы сегодня будем готовить ленивые голубцы я думала что это блюдо знают все но как оказалось нет поэтому я вам сегодня покажу как это делается быстро просто из обычных продуктов которые есть у каждого в холодильнике значит для этого нам понадобится рис отварной примерно 50 грамм сухого риса отвариваете до готовности потом я возьму говяжий фарш у меня здесь 250 грамм примерно 350 грамм капусты 1 луковица морковь помидор по желанию нет помидора без помидора чеснок перетертый томат или томатная паста ну и конечно же растительное масло соль перец все приправы которые вы хотите у меня будет соль перец черный сладкий красный перец ну и достаточно и все начинаем я сказала все по граммам у меня лишь всегда говорит а сколько это будет в граммах поэтому вот так значит первое что нужно сделать нужно поставить кастрюлю казанок в чем вы будете готовить на огонь и налить пару ложек растительного масла так наливаем масло и выкладываем сюда фарш ведь так его нужно так обжарить тем временем режем овощи капуста мы ее режем как на борщ не надо резать длинными потому что есть потом неудобно такими небольшими кусочками тоненькими как на салат фарш у меня жарится мы сейчас берем пол луковицы мелко режем и отправляем к фаршу и все вместе продолжаем жарить пока фарш у нас обжаривается мы нарезаем опять вторую половинку луковицы на кусочки вот так морковь мы трем на крупной терке морковь мы потерли помидор режем мелким кубиком вы можете знаете ошпарить кипятком снять кожицу и так далее я этого делать не буду я мелко мелко порежу этого будет достать нет помидором делайте без помидором обжарились выкладываем капусту и перемешиваем хорошо если у вас там совсем нет жидкости то налейте там одну четвертую стаканчика воды сделайте огонь потеши и накройте крышкой капуста должна приготовиться до готовности капусту пока у нас капуста готовится вы можете дождаться когда она приготовится но можете параллельно сделать заправку наливаете ну пол столовой ложки масла ждете когда нагреется так масло нагрелось выкладываем лук мы слегка обжариваем если вы любите много лука возьмите две луковицы то есть одно фарш 1 сюда общем обжарить до прозрачности не подгорел ничего все готовится отвлекла соседка эдита она поздравила нас с пасхой у них воскресенье пасха католическая здесь такой я никогда и такого я видела но никогда не пробовала вот здесь внутри яйцо и вот здесь еще одно вот такая выпечка с яйцом так интересно выкладываем морковь перемешиваем слегка обжариваем капуста у меня готовится девочки капуста молодая у меня она достаточно быстро приготовиться вот сейчас должно быть все готово готова вот это заправка то есть морковь лук помидор все должно быть готово потому что когда я все соединю оно уже будет готовое блюдо поэтому вот морковь всю эту заправку нужно до готовности приготовить так и сюда сейчас мы выкладываем помидор перемешиваем чеснок я добавлю я его просто раздавлю и добавлю вы можете мелко порезать и вот на этом этапе уже в общем-то добавить я вот так это все обжаривается сюда мы еще добавим примерно две столовые ложки томатной пасты или перетертые помидоры перемешиваем и пусть она готовится ждем когда все у нас так я забыла сказать про зелень вы можете в конце добавить зелень какую вы любите петрушку укроп зеленый лук в общем все что вы хотите у меня по моему кроме зеленого лука немножко петрушки я тоже добавлю все ждем капуста тушится заправка тушится ждем на данном этапе мы можем посолить капусту и заправку к солите по вкусу я все пробую я не знаю какое количество соли я кладу но все я делаю на глаз пробую я пробую блюдо перец мы положим в конце вот у меня сегодня капелька петрушки зеленый лук все что выросло на огороде так это готова капуста готова сейчас мы будем все соединять рис отварены выкладываем рис когда готовится капуста вы очень внимательно за не следите чтобы она не пригорела если пригореть то все весь вкус блюда пропадет и выкладываем заправку вместе с чесночком если вы целый положили почему я целый кладу потому что я не ну как-то у меня появились какие-то но неприятные ощущения чеснока поэтому просто вот запах чеснока есть а чеснок я сам не чеснок я не ем так теперь все это нужно тщательно перемешать все соединить чтобы все вкусы соединились на этом этапе попробуйте достаточно ли соли посолили ли вы рис я не солила потому что я буду пробовать и посолю уже когда все перемешаю и пойму чего мне не хватает и на этом этапе вы можете поперчить и добавить все приправы какие вы хотите можете это делать уже в тарелке но я всегда когда готовлю всегда добавляю перец черный красный у меня красный сладкий перец перемешаем все в общем то блюдо готово и дальше вы уже здесь смотрите сами хотите добавить и зелень не хотите оставить так все вот закрою крышкой оставлю на три минутки и выключу огонь пошли мы посмотрим вот такое блюдо у нас сегодня получилось девочки попробуйте обязательно это на самом деле очень вкусно неожиданно вкусно и очень очень быстро всем приятного аппетита всем пока и 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